Братья и сестры, всех приветствую! Вы знаете, вот так вот непреднамеренно получилось, что наше богослужение сегодня посвящено событиям, в которых живет и существует Церковь. Брат Джон МакАртур, брат Григорий говорили о событиях настоящего времени. Мое желание тоже перенести вас во времени, очень-очень в древность, и немножко рассказать вам о событиях, в которых тоже жили верующие люди. Хорошо? Я думаю, вы включитесь со мной в мои рассуждения. А для начала я прошу вас мысленно-образно перенестись по времени, когда только зарождалась христианская Церковь. Ну, просто попробуйте для себя представить, если вы один из тех людей, которые, давайте, скажем, живете в Палестине, может быть, может где-то в других местах Римской империи, и вот вы услышали проповедь, или кто-то вам сказал, вы пришли в Церковь. Да, друзья? Представьте себе жизнь тех первых в Церкви. Попробуйте представить себе, с какими вопросами и трудностями сталкивались люди, которые присоединялись к ранней христианской общине. Ну, вот я представляю себе вопрос, если это наобращенный человек, если человек, который только обратился в Церковь, начал ходить в Церковь, вот он предположительные вопросы, которые интересовали бы этого человека. Хорошо, вот Иисуса, которым проповедуется, кто он? Кто этот Иисус, чья личность теперь должна определять нашу? А в чем значение его, и почему он вот теперь заслуживает моей полной преданности и моего полного послушания? А вот что вот для меня теперь значит следовать за Иисусом? Как то, вот что я называю его Господом, должно повлиять на мой образ жизни, на то, что я делаю, или, может быть, что я не делаю? Ну, вот, а дальше, если еще немножко вот шире, если уже начать представлять время, представлять для себя время, когда формировались первые христианские общины, ведь они должны были прийти еще и к пониманию своих отношений с другими христианскими общинами, то есть соседние церкви, может быть, в одном городе, может быть, в другом городе. Ряд особенно острых вопросов будет касаться отношений вот именно нового Божьего народа и исторического народа Божьего иудея. И опять с этим возникают несколько важных вопросов, которые подробно обсуждались в ранней церкви. Вот какова же теперь роль Божьего закона, роль Торы вот для нового народа Божьего? Каково место язычников в этом Божьем народе? Ну вот, к примеру, должны ли язычники сначала стать евреями или войти в Божий народ через знаки и уставы Моисеева закона? Еще один интересный вопрос. Хорошо, если Иисус – это Мессия, обещанный еврейскому народу, предсказанный в Писании, то почему евреи так плохо отреагировали на Него? Но это далеко не все, друзья. Христианам пришлось решать не только вопросы отношения к еврейскому народу, к наследию этого народа, но и к нехристианскому языческому обществу. А вот именно, если говорить о том времени, это было греко-римское общество. Вы знаете, это было особенно актуально для обращенных в христианство язычников, чей образ жизни сильно-сильно поменялся в результате прихода в церковь. Вот попробуйте только представить себе, друзья, вот жизнь языческого общества, вот Римская империя, все виды общественных собраний, повторю, друзья, все виды общественных собраний, это могло быть домашнее хозяйство или какая-то профессиональная встреча, они сопровождались какой-либо формой признания и почитания языческих богов. То есть любая встреча, любое общение за столом, семейное или несемейное, или профессиональное, обязательно должны были сопровождаться вот какой-то формой признания и почитания языческих богов. И вот отказ от участия в таких обрядах, ну, конечно, сначала вызывал недоумение, потом подозрение и в итоге враждебность. А вы знаете, что, друзья, избегание идолопоклонства в то время называлось нечестье. То есть если вы не участвуете в языческих поклонениях, если вы не участвуете во всех этих обрядах, вас в то время называли нечестивым человеком, вы нечестивый человек, а у вас нет благочестия, не почитаете богов. И снова, друзья, это приводит к количеству вопросов, которые задаются христианами по всему римскому миру. Хорошо, мы стали детьми Божьими, но как теперь понять враждебность мира по отношению к Божьему делу, к благой вести и к Божьему народу? Да, мы дети Божьи, но почему даже как дети Божьи мы сталкиваемся со стыдом в этом мире? А вот посмотрите, друзья, еще один очень важный вопрос. Как жить в мире со всеми людьми? И когда компромисс становится отступничеством? Как мы должны понимать то, что происходит вокруг нас каждый день? Вот в то время это было присутствие и пропаганда Римской империи. Как понимать экономику этой империи? Знаете, вот в каком смысле? Вот как все это понять, чтобы нас не потянуло обратно в ту жизнь, которую мы только что оставили? Конечно, друзья, можно представить, возникали и другие вопросы, этот список можно было бы умножать, но вот почему я об этом говорю? Друзья, дело в том, что каждый текст Нового Завета, будь то Евангелие или какое-то послание, возникал как ответ на один или несколько подобных вопросов. Но еще раз повторю, друзья, каждый текст Нового Завета, будь то Евангелие или послание, он возникал как ответ на один или на несколько подобных вопросов. И вот в этом смысле книги Нового Завета для нас с вами, они помогают осознать круг проблем и круг вопросов, которые поднимались в ранней церкви. Вот эти книги Нового Завета, Новый Завет, который мы с вами изучаем, он показывает нам с вами, как учение Христа применялось в ранней церкви по отношению к каким-то реальным вопросам и реальным проблемам. И вот я думаю, по мере того, если мы с вами будем как-то лучше понимать вот обстановку этого времени, для нас с вами станет легче, у нас будет больше мудрости для того, чтобы ответить на те вызовы, которые сегодня ставит перед нами наше настоящее время. Ну, а в общем, у меня вот такое желание рассказать о фоне, об окружении, в котором зародилась и жила самая первая церковь. Я думаю, это сделать через такое обзорное изучение посланий Нового Завета. Я постараюсь вот за одну проповедь рассказать о каждом, о каком-то послании Нового Завета. Вот именно, знаете, с какой целью показать фон, вот общую обстановку, в которой было написано вот это послание. Сегодня первая проповедь в этой тематике. Почему, друзья? Вы знаете, вот мы с вами привыкли думать о том, что вот Библия, да, Слово Божье, оно говорит к нам в нашей ситуации. Ну, или, если более конкретно говорить, мы с вами привыкли думать о том, что Библия говорит ко мне в моей ситуации. Ну, ничего, неправильно в этом нет. Однако, очень часто мы с вами это делаем без учета того, что вот это же Слово, или без учета того, что Слово говорило в условиях своего воплощения. Вот один библейский текст, друзья. Попробуйте послушать, я не буду говорить, где написано. Послушайте. В 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп брат его четвертовластником в Итурее и Траханицкой области, Алисанья четвертовластником в Авелинеи, при первосвященниках Айани и Каиафе был глагол Божий к Айану, сыну Захарии, пустынь. Представьте себе время, друзья. Вот обстановку того времени это была очень, очень богатая сеть социальных, культурных, политических, экономических и религиозных процессов. Это были процессы, с которыми сталкивались последователи Христа, когда они пытались ответить на Евангелие. И вот у меня такое желание, друзья, погрузиться вместе с вами в мир тех, кто писал послания Нового Завета и в мир тех, кто получал вот эти вот послания. Но опять вот с той целью, чтобы как-то может быть, друзья, ну я уверен, что это возможно, получить мудрость, вот именно понимая то, что Библия говорила людям того времени. У нас с вами появится мудрость, друзья, как отвечать на те вот вопросы, с которыми сталкиваемся мы сегодня с вами. И поскольку самые первые десятилетия движения Христа формировалось в рамках иудаизма, мы вот с вами начнем наш обзор с истории именно этого народа. А именно вот несколько ключевых событий, которые оказали длительное влияние на сознание иудеев. И вот мы с вами обратим сегодня на самый менее известный для нас с вами период истории израильского народа. В Священном Писании он называется «От переселения в Вавилон до Христа». Это Евангелие от Матфея, первая глава, 17 стих. То есть целый огромный период истории израильского народа, он вмещается в это простое-простое выражение «От переселения в Вавилон до Христа». Ну вот период, который мы с вами сегодня говорим, называется «Межзаветный период» или период между Заветом и между Ветхим Заветом, а между Новым Заветом. И вот так традиционно считается, что этот период охватывает около 400 лет от пророка Малахии до пророка Иоанна Крестителя. Ну давайте мы предположительно вот с вами опять вернемся в то время и представим себе вот верующего человека, да, друзья? Вот именно от переселения в Вавилон до Христа, хорошо? И мы будем говорить о верующих людях, они еще не были христианами, Христа еще не было, но это были верующие люди, давайте скажем, наши братья и сестры, у которых была Библия и которые очень хотели жить вот по этой Библии. Ну вот попробуйте следить за моими рассуждениями, я попробую, чтобы мы вместе с вами это могли представить. Хорошо, вот если вы еврей того времени, да, вот если вы еврей того времени, если вы воспитывались в благочестивой семье, друзья, да, большинство семей, наверное, было благочестивых, ну в каком смысле, хотя бы знали историю своего народа, знали священное писание, да, друзья, и так далее. Вот если вы выросли в еврейской культуре, да, в еврейской среде, вот была, вы знаете, вот одна история, вот главная история, которая вот формировала понимание мира вот всех евреев того времени, да, друзья? История касалась божественной избранной, определенной группы людей, потомков Авраама, и вот затем вот этих вот избранных людей Бог поселяет в земле обетованной. И в итоге из этих людей создается, ну, великое, по-настоящему великое, да, то есть исторически это подтверждено, великое национальное государство под правлением Давида и Соломона. То есть вот эта вот идеология, да, вот это понимание того, что мы избраны Богом, вот особый народ избранный Богом, да, он был в определенное время народ, мы и народ, избранный Богом, обладаем определенной родиной, политической независимостью. Друзья, вот это вот понимание, эта идеология, она была сильно поколеблена. Сильно поколеблена событиями, которые последовали вскоре после того, как Израиль достиг своего зенита. Немножко о времени буду говорить, друзья, ну, чтобы мы с вами могли представлять. Восьмой век до нашей эры, ну, приблизительно 800 лет до пришествия Иисуса Христа. Хорошо? А это еще библейские события. Царь Ассирии завоевывает Северное Царство. Да, завоевал Северное Царство. И результатом была депортация многих израильтян в Ассирию. Об этом еще говорят нам в книге Священного Писания. В девятый год Осии взял царь Ассирийский Самарию и переселил израильтян в Ассирию, и поселил их в Халахе, Хаворе при реке Газан и в городах Медийских. Проходит немножко больше ста лет, уже другой царь. А Южное Царство, другой царь захватывает Южное Царство Иудейское. То есть оно сначала становится провинцией империи царя Навуходоносора, а проходит еще совсем немного времени. Вот эта вот карательная экспедиция этого же царя, она разрушает город Иерусалим и разрушает храм. И снова происходит депортация иудеев в Вавилон. Итак, друзья, вот мы с вами евреи того времени. Наш храм разрушен. Закончилась вот наша знаменитая еврейская независимость. Народ изгнан из обетованной земли. То есть все это становится поводом перестроить и переосмыслить сознание народа. То есть теперь мы должны понять, что произошло. У нас есть Библия, мы читаем эту Библию, и нам очень важно понять, Господи, что произошло с нашим народом. А знаете, люди очень хорошо поняли причину своих, ну давайте скажем так, несчастья. Они поняли, что отошли от завета. Они поняли не только причину вот своих несчастья, но они узнали путь к восстановлению. И вот теперь для всех евреев того времени тщательное соблюдение закона, тщательное соблюдение Торы рассматривается как путь к восстановлению нации. Вот как наша нация может быть восстановлена. И только так наша нация может быть восстановлена через тщательное исполнение закона. Хорошо, звучит хорошо, как лозунг, как девиз, звучит очень, ну, как зажигающе, друзья. Однако это оказалось не таким простым решением. Это оказалось не таким простым решением, знаете, по какой причине? Не просто, потому что теперь евреи оказываются в обстановке, где постоянно будут доминировать язычники. Вот теперь, после Вавилонского плена, евреи оказываются в обстановке, где постоянно будут доминировать язычники. Мы хотим исполнять Божий закон. У нас есть Библия, у нас есть желание исполнять Божий закон. Но, друзья, вот покажу эти события, не всегда это просто. Не всегда это просто, имея Библию, вот жить в окружении языческого общества, вот тогда, когда доминируют язычники, не всегда это просто исполнять Божий закон. Итак, это наш новый мир, в котором мы живем. Ну, я говорю от лица евреев того времени. Вот как развиваются события. Это еще VI век, ну, приблизительно 550 лет до пришествия Иисуса Христа. Правление переходит от вавилонских завоевателей к персидским. А по отношению к иудеям, последние были более терпимыми. И вот теперь иудеи получают, ну, такую вот возможность вернуться на родину. Они даже получают такое разрешение восстановить свой храм и столицу. Казалось бы, да, друзья, закончен храм, его называют второй храм, храм построен, восстановлено поклонение Богу. И вот, ну, казалось бы, опять еще один шаг, после которого все будет хорошо. Однако, друзья, вот этот вот восстановленный храм, он приносит разочарование. Приносит разочарование для народа. И не только потому, что его размеры и величие меркли по сравнению с предшественником. Дело в том, что сам народ именно вокруг храма, из-за храма он разделился. Это опять еще библейские события. С одной стороны были иудеи, которые вернулись из изгнания. А с другой стороны были иудеи, которые жили в Палестине во время изгнания. А теперь народ пытается определиться, кого считать настоящим евреем. Дело в том, что существовала значительная напряженность между теми, кто вернулся из вавилонского изгнания и теми, кто оставался жить в земле Израиля. А те, кто вернулись, те, кто были на чужбине, те, кто жили далеко от Палестины, они оказались более верными в том, чтобы сохранить свое родословие, чем те, кто жил в Палестине. Помните Ниемию? Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из Азотянок, Аманитянок и Моавитянок. И от того сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. То есть теперь среди Божьего народа появляется понимание, ну, общины изгнания, те, которые вернулись с вавилонского плена и народа земли. И теперь нужно понять критерии принадлежности завета, кого считать настоящим евреем, что значит быть евреем, значит ли это, ну, вот, исполнять закон или важно родословие для того, чтобы быть евреем. Но если вы помните, Ездра и Ниемия, они водят Индогамию, вернувшиеся должны избавиться от чужих жен и детей. Я говорю, так к чему, друзья, вот попробуйте представить себя в то время, верующего человека в то время. Мы пытаемся исполнить Божий закон, у нас он есть, мы очень хотим исполнять этот Божий закон, а вот какие вопросы возникают. А теперь нужно определиться, вопросы о том, как и насколько далеко евреи могут относиться к своим нееврейским или сомнительно еврейским соседям. А вопрос о том, вот еще тоже скажу об этом, какая семья обладает квалификацией нести служение первосвященника. Это потомки Садока или семья Хасманеев. Вопрос о том, какого календаря следует придерживаться при расчете суббот или праздников, солнечного или лунного, или совместить эти два календаря. То есть это мы пытаемся исполнить Божий закон, но это все не так просто. Приблизительно в это же время наступает новый этап не только истории еврейского народа в Палестине, наступают новые этапы мировой истории, а именно возвышение империи Александра Македонского. А вот эта вот объединенная сила городов государств Греции, она оказалась способной отвоевать земли, которые когда-то принадлежали Персии. И вот теперь вот центр вот этой вот политической силы, он географически перемещается с востока на запад. А империя Александра Македонского по размерам была огромная, огромная, огромная. Ну как-то очень даже трудно представить, какую империю вот смог завоевать этот человек за короткое время своей жизни. И давайте будем помнить, что теперь Палестин находится под влиянием греков. И так у нас сначала была Ассирия, потом у нас был Вавилон, потом была Персия и теперь у нас с вами Греция. Мы пытаемся исполнить Божий закон, но мы теперь живем вот в такой обстановке, где постоянно доминируют язычники. Управление империей вот Александра Македонского, оно осуществлялось в соответствии с определенным правилом. То есть у него было правило, у него был принцип, то есть весь мир он хотел сделать греческим. Вот что он делал? Александр Македонский либо основывал, либо перестраивал столичные города. Вот по образу или по образцу устройства города Афины, главный греческий город. Что это значило, друзья? В каждой столице, в каждом большом городе должны были находиться органы или центры для распространения и поддержания греческой культуры. А что это обозначало? Там были гимназии и были лицеи. Но сегодня мы с вами говорим об этих заведениях, как обучебные заведения, но вот корни там в Греции. Это были места, где молодежь обучалась греческому языку, литературе, атлетике и культуре. Обязательно в каждом большом городе, обязательно в столице должны были быть театры, стадионы и подромы. Для чего? А для того, чтобы люди учились наслаждаться греческими формами развлечений. И, конечно, в каждом большом городе должны были быть храмы для греческих форм поклонения. Насколько попытки Александра Македонского были успешны, друзья, благодаря этим усилиям влияние греческой культуры ощущалось во всех больших городах по всему известному миру. Вот так вот говорят, что в то время появилось как минимум около 40 городов, которые носили название Александрия, посвященное Александру Македонскому. Александр Македонский призывал своих солдат вступать в браки с женщинами из завоеванных народов. И тем самым, буквально обручая новые культуры со своей собственной, он распространил греческий язык по всему миру, известному тогда миру. Этот стал языком не просто языком общения, но языком самовыражения для всех культур. После смерти Александра Македонского его империя была разделена между его генералами, преемниками. Эти генералы в дальнейшем будут часто воевать друг с другом, но в одном их будет все объединять. То есть они продолжали развивать среду, в которой греческая культура встречалась с местными культурами. И вот этот процесс, он известен сегодня как эллинизм. И между прочим, вот для мира, в котором зародилась церковь, мира, в котором жила церковь, вот жили наши с вами братья и сестры, уже христиане, это был очень сильный процесс, который сформировал вот этот вот мир. Эллинизм или эллинизация не означало искоренение родных языков или культур, а скорее сосуществование. То есть не было вот такой целью искоренить культуры, а вот именно сосуществование. И в значительной степени смешение греческой культуры с местными культурами. Но если говорить вот вообще о самом базовом уровне, вот того, что значило жить в то время, друзья, да, очень важным был греческий язык, потому что вот знание греческого языка для тебя открывало огромные возможности. Особенно если человек был с амбициями, да, если он хотел занимать какое-то место в обществе, друзья, обязательно нужно было знать греческий язык. Конечно, это не обошло купцов и предпринимателей, потому что торговля тоже велась на греческом языке, и эти люди тоже поспешили изучать этот язык для того, чтобы как-то вести торговлю. Однако большинство коренного населения, те, кто был привязан к земле, если можно так сказать, было мало повода или необходимости изучать греческий язык. Однако, друзья, в каком бы месте вы ни жили в то время, да, во время, когда распространялась греческая культура, степень знакомства с чужими культурами сильно возросла. То есть очень много людей узнали о других культурах, и происходило вот такое вот смешение. А теперь очень важно отметить еще один значительный период в истории именно Божьего народа. Есть два преемника Александра Македонского, которые представляют непосредственно интерес именно для Палестины. Ну, простите за имена, друзья, но я думаю, ну, те, кто учился в школе, да, вот, может быть, здесь, или вот когда-то вы, может быть, читали, слышали, вы обязательно слышали эти имена. Ну, может, не обращали внимания, теперь можете обратить внимание. Итак, два преемника Александра Македонского, одного звали Селевк, другого звали Птолемей. То есть Селевк, это был правитель Сирии, а Птолемей был правителем Египта. Хорошо? Селевкиды, Птолемиды, иногда называют потом этих людей. Друзья, если вот вы сейчас слушаете меня, да, и вам кажется, что это отвлеченное, да, не касающееся Библии, ну, вот, посмотрите, пожалуйста, в конце вашей Библии, да, вот, если у вас Библия, как у меня, обязательно есть карта, графическая карта. Вот в моей Библии есть карта, которая называется Древний Ближний Восток Греции. Вот мне как-то это пришло утешение, знаете, в каком смысле, оказывается, не только, ну, я как-то один думал об этом. Люди, которые печатали Священное Писание, они почему-то поняли, что география как-то может помочь нам понять Библию. Хорошо? Вот если как-то посмотрите дома, да, друзья, вот именно эту карту Древний Ближний Восток и Греция, вот, Палестина в середине, да, к северу от Палестины это будет Сирия, а к югу от Палестины будет Египет. Хорошо? Один из потомков Александра Македонского правит в Сирии, а другой правит в Египте. Друзья, за период в 125 лет между этими потомками, а между одной династией и другой династией произошло пять войн. И всякий раз, когда происходила война, войска одного проходили с севера на юг или с юга на север, именно через Палестин. Попробуйте себе представить страну, которая за период 125 лет пережила пять мировых войн. Вот Вторая мировая война закончилась, ну, почти сто лет назад, началась почти сто лет назад, друзья. А они все еще говорят, представьте себе пять мировых войн за 125 лет. Я для чего это говорю, друзья? Я очень хочу вместе с вами представить время, в котором жили верующие люди. О чем верующий человек мог думать в то время? Или как, о чем они думали и как они жили? Ну, немножко расскажу вам об этом. Хорошо? То есть, почему я об этом говорю? Очень полезно представить себе жизнь верующего человека. Именно вот в это время, когда правил один из потомков Александра Македонского, именно в это время происходит самый значительный кризис иудаизма как религии, когда иудаизм как религия практически был уничтожен. Это правление сирийского правителя, его звали Антиох IV, 175 лет до рождения Христа. Итак, немножко истории, а потом некоторые выводы попробуем с вами сделать. Хорошо? До прихода к власти Антиоха IV, это Сирия, друзья, Палестина имеет право самоуправления. Первосвященник является главным администратором провинции Иудея. И в управлении ему помогает совет старейшин. После одного из завоеваний вот этого сирийского правителя, он получает поражение. И что он делает, друзья? Он посылает в Иерусалим делегацию для того, чтобы конфисковать деньги, которые находятся в Иерусалимском храме. Вот это вот ничего не получается у него, потому что народ вот сильно восстал. Книга пророка Даниила, 11 глава, 20 стих. «На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, нет возмущения и не в сражении». Опять для чего я это говорю, друзья? Давайте представим людей, которые жили в то время. Насколько опасно языческое присутствие, насколько опасно языческое господство. Вот-вот один из правителей издал указ для того, чтобы из нашего храма конфисковали все средства. Очень коротко расскажу о войне за независимость иудеи этого периода. Два первосвященника в израильском народе. Первый известен под двумя именами. У него было еврейское имя, его сначала звали Иисус или Иошуа. Вы знаете, затем он меняет свое имя на греческое имя Иосон. А в то время это было очень популярно, это было модно, поменять свое имя, вот в примере, если говорить о евреях, с еврейского на греческое. То есть своего рода попытка представить себя открытым для греческой культуры. То есть если вы уж и хотите что-то думать обо мне, не думайте обо мне как о части варварского народа, который вы завоевали. Я теперь не Иошуа, я теперь Иосон, человек открытый для греческой культуры. Итак, Иосон первосвященником, он становится через взятку, которую заплатил сирийскому правителю, о котором я говорил, Антиох IV. А вместе вот с этим правом первосвященчества он получает разрешение перестроить, воссоздать город Иерусалим как греческий полис. Греческий город с новой конституцией. Что делает этот человек? Друзья, он составляет список граждан города. А что обычно делалось во всех греческих городах, он учреждает гимназию. Что такое гимназия, друзья? Гимназия – это где парни, ну простите, обычно раздетые догола занимаются гимнастикой. И гимназия становится обязательным культурным центром Нового Иерусалима. Это была попытка, ну, добровольного, добровольной эллинизации. Попытка, которая пользовалась большой-большой поддержкой среди народов в Иерусалиме. То есть, первосвященник перестраивает город по образцу греческих городов. Все меняется в городе, его очень сильно поддерживают. Но опять, друзья, некоторые тексты из книги пророка Даниила, где он пишет о царях северных и о царях южных, там есть вот такие вот слова. Это царь войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. То есть, Даниил об этом предсказывал, говорил, что будут отступники от Святого Завета. То есть, это была попытка добровольной эллинизации. Ухудшается, знаете, когда к этому же правителю, сирийскому правителю, обращается другой человек с большей взяткой, и теперь становится первосвященником другой человек. Вот два очень интересных вопроса происходят в эти времена, которые очень сильно потрясли иудеев. То есть, сменилась линия первосвященника. Если до этого момента все первосвященники, они были потомками Садока, того Садока, который когда-то поставил Давид и Соломон, то теперь семья первосвященников, она сменилась. Это уже не потомки Садока, это уже семья Хасманеев. И не менее проблематичной была степень вмешательства иностранного правительства в самую священную должность в иудаизме. Что происходит, друзья? Народ ополчается против одного первосвященника и против другого первосвященника. И в Иерусалим входят войска для того, чтобы успокоить мятеж. Ну, 167-й год до нашей эры. Это было время, когда евреям в Иерусалиме запретили исполнять закон. 167-й год до нашей эры. Евреям нашим верующим братьям и сестрам в Иерусалиме запретили исполнять закон. Вы не можете обрезывать своих детей. Вы не имеете права иметь копии священного писания. И все те, кто нарушал, они ждали страшное наказание. Но это не все. Вы не можете оставаться нейтральным. А теперь, пожалуйста, покажите, что вы согласны с новой культурой. Что вы принимаете эту культуру. И всех евреев обязывали кушать свинин. Всех евреев обязывали кушать свинин. Для поддержания порядка были привлечены иностранные наемные солдаты. Храм становится общественной собственностью иудеев, язычников. Ритуалы поклонения в храме изменены. Они теперь соответствуют обычаям иностранцев. Это были вещи, которые потрясли иудаизм того времени. Друзья, именно в это время иудеев не узнать. Евреев того времени просто не узнать. Вспомните повествование книг, к примеру, книги царств. А что было самой большой угрозой для народа? Это языческие боги, не так ли? То есть не могли как-то отстраниться от языческих богов, постоянно уклонялись к язычеству. А вавилонский плен очень сильно изменил сознание иудеев. После плена евреи больше никогда не поклоняются языческим богам. После вавилонского плена евреи никогда больше не поклоняются языческим богам. Вот два примера. Позвольте мне описать вам обстановку. Итак, представьте себе, что наш с вами храм захвачен. Святое святых разграблено. В храме приносятся языческие жертвы. Мы помним указ правителя о запрете соблюдения закона. Это время, когда в израильском народе появляются мученики за свою верность. В одной конкретной ситуации, очень известной ситуации, сцене семь братьев казнят на глазах у их матери. Семь братьев, семь сыновей одной матери казнят у нее на глазах. А вы знаете, казнят за что? За то, что они отказались есть свинину. Это евреи того времени, друзья. Мы отдадим свою жизнь, но Божий закон мы не нарушим. Это иудеи после вавилонского премии. Еще один более поздний сюжет. Это уже правление римских императоров. Один из римских императоров, он решил поставить свою статую в Иерусалимском храме. Евреи вспоминают осквернение, вот именно того времени, предыдущее осквернение. Огромном количестве, ну вот практически весь народ, он выходит навстречу к этому человеку. Народ разделяется на группы, пожилые люди отдельно, мужчины отдельно, женщины отдельно, мальчики и девочки. И вот этому военному начальнику, который пришел для того, чтобы поставить статую императора в храме, ему приносят сообщение. Если ты хочешь поставить статую императора в нашем храме, вот народ, ты сначала принеси его в жертву. Принеси в жертву этот народ, принеси в жертву нас, только потом ты войдешь в наш храм и поставишь статую. А как другие источники говорят о том, что некоторые люди положили свои головы на дорогу и сказали ему, езжай, езжай в Иерусалим, но ты проедешь по нашим головам. Этот человек испугался, ничего не сделал, он отступил. Но это совсем немножко для того, чтобы мы могли с вами представить для себя иудеев того времени. Мир, в который вошел Господь, мир, в котором развивалась, существовала церковь. Люди желали оставаться верными закону Бога, но сделать это теперь было очень и очень сложно в обстановке, где теперь постоянно доминируют язычники. А посмотрите, помните, друзья, вот Стефана, помните два обвинения, которые представили Стефану, ну, иудеи того времени. Наш храм и наш закон. Он оскверняет наш храм и наш закон. Это то, чем начали дорожить евреи. Это наш храм и наш закон. Хорошо? Ну, и последний вопрос на сегодня, друзья. Вот я сейчас, думаю, вы поймете, для чего я всего это говорю и как это может относиться к нам с вами. Вот вопрос, который звучит во всей еврейской литературе того периода. Это вопрос отношения к греческой культуре. Если бы мы с вами жили в то время, мы обязательно спросили бы, согласитесь, а греческая культура – это хорошо или плохо? А насколько далеко можно зайти в принятие этой культуры? Возможно ли безопасно использовать вклад языческих народов в нашу культуру? И в какой момент нарушается граница отделения израильского народа от язычников? И, может быть, самое главное – сопротивляться или найти путь сохранять верность еврейскому образу жизни в условиях эллинизации. Вот, к примеру, первосвященник Иосона, о котором я с вами говорил, и его сторонники, они считали себя национальными реформаторами, благодетелями, но не отступниками. Это люди, которые думали, что стремятся вывести Израиль на международную арену, сделать его игроком международной политики и экономики. Друзья, видите, как пути Божьего народа часто повторяются? Как насущны сегодня эти вопросы для нас с вами? Американская культура или популярная культура – это хорошо или плохо? Насколько далеко можно зайти в принятие этой культуры? Возможно ли безопасно использовать вклад американской культуры или популярной культуры в нашу жизнь? В какой момент нарушается граница отделения верующего от неверующего? И, конечно, главный вопрос – сопротивляться или найти путь сохранять верность еврейскому образу жизни в условиях американской и популярной культуры? Я хочу сказать, друзья, что найти ответ на эти вопросы непросто. Очень и очень сложная задача. Может быть, зная израильский народ, мы бы подумали, что они остались полностью закрытыми от влияния греческой культуры. Это совсем не так. Я снова приведу два примера. Два еврея того времени. Оба жили в первом веке, первый век нашей с вами эры. Один жил в первой половине первого века, другой жил во второй половине первого века. Один жил в Палестине, а другой жил в Египте. То есть один жил на родине, а другой жил в Диаспоре. Одного звали Иосиф Флавий, а другого звали Филон Александрийский. То есть это два очень известных того времени, известных не только в религиозных кругах, в сетских кругах. Иосиф Флавий – это историк, который изложил историю евреев от сотворения мира до войны за независимость. Очень хорошо описал эту войну. А Филон Александрийский – это богослов и религиозный мыслитель. Иосиф составил историю иудейских войн по образцу именно греческой историографии. Когда его читают, очень видно, что этот человек был хорошо знаком с греческой культурой, с греческой риторикой. Ну, а Филон Александрийский, он объяснил соблюдение еврейских законов в терминах, которые понятны грекам. Как в Палестине, так и за пределами Палестины иудеи были хорошо знакомы с культурой греков. Братья и сестры, помните, в Священном Писании встречается вот такой вот регион в Евангелии, который называется Десятиграде. Это была коалиция городов или союз десяти городов, именно греческий городок на территории Палестины, совсем далеко от территории Палестины. А город Кесария был построен Иродом, как приморский курортный город для греков и римлян, и становится штаб-квартирой римского губернатора. Я к чему это говорю, друзья? Вот эллинизм сам по себе, он не был несовместим с сохранением верности иудаизму. Однако для Божьего народа всегда существовали границы, которые благочестивые люди не могли переступить. Война за независимость, о которой я говорил, она не была войной против влияния эллинизма. Скорее, это было укрепление тех границ, которые просто нельзя было переступить. Еще одна важная деталь, которая особенно евреи этого периода. Не так, как раньше они начинают читать Священное Писание, друзья. События, они тянут людей к Библии. Вы знаете, не просто читать Библию, они пытаются ее переосмыслить. Вот давайте снова представимся евреям этого времени. Мы с вами открываем книгу «Второзаконие» и читаем те главы, где написано о том, что верные Богу процветают, а нарушители закона подвергаются наказанию. Помните эти главы, друзья? Хорошо, вот я смотрю на историю моего народа, израильского народа, предположительно, и я понимаю, что да, действительно было время, когда это истинно подтвердилось. Но потом, когда мы живем в окружении языческом, все наоборот. Я вижу совсем другой мир, в котором верных Богу убивают, а процветают те, которые отступают от верного завета Божьего. Понимаете, друзья, что происходит? И вот тогда у евреев появляется учение, которое сегодня мы с вами принимаем за истинное. Это учение о том, что есть настоящий век и есть век грядущий. Настоящий век – это век нечестивых людей. Они процветают и одерживают победу. А грядущий век – это век наград от Бога. И только тогда, верные от Бога, они будут наслаждаться благословением, которое гарантирует нам с вами Божья справедливость. Вы знаете, друзья, вот именно взгляд за пределы видимого мира. Люди оказались способными поместить повседневную жизнь в эти более широкие контексты, и поменялась ценность аспектов повседневной жизни. То есть на повседневную жизнь люди начали смотреть немножко по-другому. Вы знаете, многие люди больше не определяли Израиль в терминах этнической принадлежности, а скорее в терминах духовного посвящения человека. Вот слова апостола Павла. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти». Друзья, это не только слова апостола Павла, это понимание евреев того времени. Вот что события делают с людьми. Вот что события, к чему побуждают события людей смотреть на Библию, но другими глазами, пытаться осознать и понять Священное Писание, что оно значит сегодня для нас. Знаете, друзья, вот еще, о чем очень хотелось бы сказать в это время, что ценно для нас с вами знать, именно в это время, когда забывается родной язык евреев, когда огромное количество евреев живут за пределами Палестины, ну практически в любом большом городе того времени, в Греческой империи, потом в Римской империи, и жили евреи, появляется перевод Ветхого Завета. Перевод Ветхого Завета на греческий язык. Он называется «септуагинта». То есть люди вот понимали, что вот для наших детей нужно знать Священное Писание на языке, на котором они понимают. Создается вот этот перевод на греческий язык. Но опять, если вы думаете, что я веду какую-то пропаганду, друзья, когда мы читаем с вами книги Нового Завета, вот любые цитаты, практически любые цитаты Ветхого Завета, авторами, друзья, они записаны именно с «септуагинты». То есть этот перевод, который был принят в Церковь. И для Церкви перевод Священного Писания на греческий язык, он послужил важным инструментом. Это был важный инструмент для того, чтобы распространялась вангелизация. Знаете, друзья, к чему я это говорю? Мы с вами живем, ну, в сложное время, да, в сложное время, для Божьей детей оно часто бывает таким. И перед нами встают очень-очень сложные вопросы. Не нужно думать, что все так просто. Я не знаю, братья и сестры, когда я думаю вот о церквах, ну, славянских церквах, друзья, оно как-то парадоксально смотреть. Я вот представляю себе вот братьев и сестер, вот ваших родителей, которые пережили атеизм, которые победили атеизм. Посмотрите, как сегодня легко делятся христианские церкви. Это парадокс. Пережить атеизм, время страшного атеизма, и делиться по самым простым вопросам здесь, в Америке. То есть, понимаете, друзья, нас сегодня с вами волнуют, беспокоят многие вопросы, но верующие люди очень часто проходили их. Я сегодня напоминаю о верности Бога, да, друзья, что вот этот вот период, может быть, непонятный период, период расходящихся, несовпадающих идей, точно так, как сегодня, друзья. Как трудно сегодня верующим найти согласие. Маленькие вопросы, которые очень легко могут разделить сегодня целые церкви, целые там, ну не знаю, как динаминации, союзы или что-то еще, да, друзья. Как сегодня легко верующие люди делятся. Знаете почему, друзья? Потому что мы сегодня еще не разобрались с вами. И в этом еще нужно разобраться. А что по-настоящему угрожает нашей вере? Что представляет угрозу нашей с вами вере? Это очень сложные вопросы. И нам нужно подходить очень осторожно, очень осторожно с большой-большой мудростью, и, конечно, искать Божьего благословения. Я именно поэтому и хотел вот как-то говорить об этом. А именно хотел показать, друзья, что мы с вами не одни только люди, которые жили в этой обстановке. И самое главное, на что обращаю внимание, друзья, перед нами очень сложные вопросы. Очень-очень сложные вопросы. Ну, надо как-то, не знаю, бога и мудрости просить, быть внимательными друг к другу и понимать, что важно разобраться, что в действительности по-настоящему представляет угрозу нашей с вами вере. Пусть Бог благословит нас сегодня. Ну, я приглашаю вас помолиться. Может, у кого-то желание помолиться, пожалуйста. Пусть Бог благословит нас сегодня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok